Тем временем в Челябинском избиркоме показали, как будут выглядеть бюллетени для голосования. В них уже занесены все восемь фамилий кандидатов и краткая справка о них. Особые бланки напечатают для КАИБов, автоматических комплексов, которые сразу сканируют документ и подсчитывают голоса. Вот в этой части, вот здесь будет не аннотация, вот здесь будет свободное белое поле, и в нем будет до четырехзначного числа по количеству уиков, номер уиков, например, 2257. Еще одна особенность выборов 2018. Проголосовать можно без открепительных удостоверений не по месту постоянной регистрации, а по месту пребывания. Нужно только подать заявление через портал Госуслуг. Этим сервисом воспользовались более 1600 человек в МФЦ. Так поступили 1200 жителей области. И в территориальную избирательную комиссию. Таких более 400 человек. Тем временем региональный избирком зарегистрировал первые нарушения в этой кампании. Так, в Чебаркуле и Сосновском районе нашли незаконные агитматериалы. Это брошюры против кандидатов. Еще одно нарушение. Они были заказаны и оплачены физическими лицами. Хотя по закону средства на производство и распространение такого материала должны тратиться из избирательного фонда какого-либо кандидата. Если такой материал заказан физическим лицом, а в данном случае этот материал заказан физическим лицом, не кандидатом, не уполномоченным по финансовым вопросам какого-либо кандидата, то он должен иметь согласие либо кандидата, либо уполномоченного по финансовым вопросам для того, чтобы этот материал изготовить и в дальнейшем распространить. Копию постановления о признании материалов незаконными избирком готовит в полицию, чтобы те нашли нарушителя. Продолжение следует...